Мои витания глядейские аудитории, меня зовут Юлия Латвиненко, я витаю вас из Киева, витаю нашего гостя из Исполоченных Штатов, банку Стятенборовы из Набуденесского. Константин Анатольевич, добрый вечер, мое почтение. Здрасте, Юлия. Ну что ж, Константин Анатольевич, какие ваши были ставки и оправдались ли они в свете последних событий? Обещанная помощь, ну частично я так понимаю, судя по тому, что Атакамсы уже были применены в ходе военных действий, военная помощь нашла своего адресата. Ну да, все как и предсказывали, закон на 91 миллиард, который предлагали демократы, не прошел, закон, который предлагали республиканцы и разработали, не прошел. Ну, прошел закон компромиссный, очень хороший закон. И теперь Украина, ну, получит недостаточное для того, чтобы побеждать, но хотя бы для того, чтобы сдерживать агрессию, ну вот до начала 25-го года, когда придут к власти республиканцы и, наверное, помогут, потому что у них другая концепция помощи. А в чем особенность? Вы знаете, республиканцы потребовали от Джо Байдена сформулировать цели военных действий, цели Соединенных Штатов вот в этой войне России против Украины. Но, к сожалению, это приняло, между прочим, форму закона, такое требование. Но Белый дом – это такая форма закона, необязательная для исполнения. У него нет бюджетной составляющей. И Белый дом не реагировал. Но из проектов документов, которые готовили республиканцы и демократы, знаете, вот преамбулы всегда существуют в таких документах, для чего, там, что, как. Вот следует, что у демократов цель – закончить конфликт. То есть то, о чем мы с вами говорили, замораживание конфликта. А у республиканцев цель формулируется – ускорить победу. То есть это нам с вами, ну, ближе, конечно, вот эти цели – ускорить победу Украины, которая должна победить, конечно, в этом противостоянии добра и зла, варварства и прогресса. Хорошо. Но говорят, что оказание этой помощи, на самом деле, нужно было в Украине, несомненно. Но и это был такой спасательный круг для самого Байдена, доверие к которому пошатнулось, потому что ему нужно что-то предъявить своему избирателю в том числе. Вот как вы полагаете, на самом деле это было спасительной силой для Байдена? Он ведь продемонстрировал себя, ну, таким себе сильным игроком, который смог надавить, смог доказать, что помощь будет оказана. Ну, я не думаю, что это признак сильного игрока. Достигнут довольно сложный компромисс, в результате которого решение проблемы южных границ, очень важных для Соединенных Штатов, ну, все-таки отложенных. Ну, да, потому что на кону, Константин Натальевич, это сгущение красок, когда говорят, что там южные границы, на кону вообще существование Соединенных Штатов? На кону не то, чтобы существование Соединенных Штатов, но развитие Соединенных Штатов, ну, вот в традиционном направлении. Сегодня очень много опасных тенденций, связанных с предстоящими выборами. Может быть, вы слышали студенческие протесты по типу того, что было во время Вьетнамской войны, но здесь такая, знаете, тогда это была борьба за мир, а здесь, ну, такой агрессивный антисемитизм. Это уже погромы, это практически погромы, да. Да, и это очень похоже на то, что было в 20-м году во всей территории Соединенных Штатов, и это тоже, в общем, было предсказано. Правда, это принимает какие-то формы необычные очень, знаете, похожие скорее на культурную революцию, которая была в Китае, когда молодежь выступала совершенно непродуктивными лозунгами, действиями. Но вот и сейчас эти палаточные городки, агрессивный антисемитизм, антиизраильская, антидемократическая позиция, поддержка террористов, Хамаса, понимаете, приливутся к этому, присоединяются к студентам, присоединяются еще и часть вот этих нелегальных эмигрантов, которые проникли на территорию Соединенных Штатов, часть из них, безусловно, с какими-то палестинскими корнями, ну, или арабскими, или иранскими корнями. Вот, и это очень опасно. Слушайте, тогда, ну, американец это ведь как бы даже не национальность, это как бы состояние и смысл жизни, да, это стиль жизни. Это нация. Да, давайте сейчас поговорим о будущем этой нации, вот демографически. Кстати, можно ли говорить о том, что американцы устоят с оглядкой на то, что происходит? Ведь шутка ли, студенты, они устраивают эти погромы в общежитиях, на улицах, это студенты, которые приехали получать образование в Соединенных Штатах. Мечта каждого из них, работа в какой-то большой американской корпорации, а теперь все это, они, по сути, перечеркивают свое профессиональное будущее. Как вы полагаете, к чему все это может привести? Это зависит от того, в какой степени администрация Белого дома, Соединенные Штаты, силовые структуры могут противодействовать этому. Пока мы видим серьезное противодействие, хотя, ну, мы с вами об этом уже говорили, демократическая администрация в условиях, когда она проигрывает выборы, заинтересована в создании условий, ну, высокой степени нестабильности, как это было в 20-м году. И, с одной стороны, происходит сдерживание, безусловно, вот этих революционных выступлений, вот, а с другой стороны, ну, есть признаки того, что эти выступления синхронизируются, понимаете, и финансируются. И это не могло, не может происходить без, ну, некоторой координации со стороны, скажем, демократической партии или сил, которые поддерживают демократическую партию. Выступления студенческие очень похожи на вот время, когда были мощные выступления против Вьетнамской войны, но тогда в этом принимало участие и спецслужбы Советского Союза, КГБ, понимаете. Россия очень сильно влияла на это, финансировала и Коммунистическая партия Соединенных Штатов. Вас тогда еще не было, был такой Гесс Холл, председатель этой Коммунистической партии и газета Morningstar, по которой все, ну, я, во всяком случае, учил английский язык. Вот, координация была мощнейшая, и КГБ помогало всему этому. Но вот сегодня, возможно, российские спецслужбы тоже принимают в этом участие. И это, знаете, как видно было по протестам после 7 октября, антиизраильским протестам, требования вот этого прекращения огня до того, как оно, огонь начался вообще, до того, как Израиль предпринял какие-то защитные меры. Это было очень похоже на хорошо скоординированные действия, выступления под теми же самыми лозунгами в разных частях мира. Нет сомнения, что это финансировалось Ираном, но очень похоже на то, что это финансировалось и поддерживалось агентурной сетью российской. Да, и тут, кстати, не трудно предугадать, что, видите, эти же американские корпорации, упомянутые нами, они запросили потом, когда была первая волна этих студенческих бунтов, они запросили у учебных заведений фамилии этих людей, и там юридические фирмы сказали, что мы этих студентов никогда не возьмем на работу. Это очень похоже на русский след, потому что теперь они будут предлагать, как Сноудену, помните, в свое время это старая такая ловушка, предлагать студентам место, я не знаю, где там, в Силиконовой долине, что Россия может вообще, что сегодняшняя Россия может предложить студентам со всего мира, если они мало что могут своим предложить. Но, тем не менее, есть ли след спецслужб в деле товарища Иванова? Тимур Иванов, заместитель Шойгу, министр, к которому по-разному подбирались разные спецслужбы, мы помним, как Пригожин обвинял его в отсутствии вооружения нужного. Что это за история? Только ли взятка была причиной его задержания? Вы знаете, я очень плотно работал с Министерством обороны. В свое время у меня были большие проекты вместе с ними, коммерческие. А коррупция в структурах Министерства обороны – это не просто нормальное явление. Это явление, о котором всем известно. Это очень близко к тому, что называется нормальное или понятное поведение, всем известное. Несущая конструкция, на которую опирается руководство Министерства обороны. Говорить о том, что это стало причиной отставки Тимура Иванова, ну, это значит скрывать истинную причину. Продолжается противостояние, которое вылилось в бунт выступления Пригожина в свое время. Это противостояние разных групп в окружении Путина. Противостояние убийством Пригожина не закончилось. Убийство Пригожина – это было скорее, знаете, такой вот концы в воду. Когда те, кто стоял за Пригожиным и те, против кого он выступал, пришли к некому соглашению о том, что, ну, вот временно прекращается это противостояние, и Пригожина устраняется. Вот, тем не менее, это противостояние существует. Существуют группы, которых волнует усиление военных, усиление Шойгу, там, в свое время Шойгу и Герасимова. И это противостояние вот сейчас вылилось в арест Тимура Иванова. Во многом это объясняется желанием мести, что ли, за убийство Пригожина. Вот, но это повод, скажем, и повод, таким же поводом является обвинение его в коррупции. Это норма. Коррупция в Министерстве обороны России – это норма поведения, модус операнди. Константин Анатольевич, вы извините, что я перебью вас, потому что есть еще один сценарий. Вот мне интересно ваше мнение, может ли он быть правдой. Но Тимур Иванов – человек видный. И тут уже даже его сравнивают с тем, что с Немцовыми могли, значит, из него вылепить такого себе преемника. И мог ли он действительно в силу того, что он путешествовал много, несмотря на санкции, он ввел какие-то разговоры, и теперь эти разговоры о том, что он может сменит Путина на посту президента, и теперь ему будут инкриминировать вот эту измену Родине. Дескать, он этот план преемника разрабатывал. Вы верите в то, что он мог участвовать в подобного рода сценарии? Ну нет, конечно. Переговоры, контакты с западными спецслужбами осуществляются на постоянной основе. И директор ЦРУ, и руководители военной разведки появляются в России, и представители военной разведки России появляются в Соединенных Штатах. И никакие санкции этим контактам не мешают. Происходят соглашения, договоренности по разным вопросам. И они начались давно, и перед войной очень интенсивными были. Обвинять в исполнении своей обязанности Тимура Иванова по контактам с ЦРУ, с западными разведками, ну формально может такое произойти, так сказать. Знаете, это Лаврентия Павловича Берия, когда его арестовывали, а потом расстреливали, его обвиняли в связях с британской разведкой. Которые были, которые были, ну за, может быть, 40 лет до того, как его обвинили в Грузии. Ну были какие-то контакты. Это известно. Вот то же самое с Тимуром Ивановым. Это повод. Повод. Происходят разборки. Происходят. Вероятнее всего, знаете, это закончится, это очень интересно. Вероятнее всего, это закончится просто ничем. В какой-то момент его отпустят. Будет заключено компромиссное соглашение. Ну вот вы не лезьте в нашу область. Вот вы Игорь Иванов там. То есть Игорь Сечин. А мы не будем лезть в вашу область, скажет Шойгу. Или кто-то из его заместителей. И на тормозах эту, так сказать, ситуацию спустят, разрешат. Это не обращайте на это внимание. Это внутренние разборки. Это никакого отношения к ситуации в Украине не имеет. Тогда я задам такой вопрос. А что в таком случае может ускорить процесс разрушения Российской Федерации? Все-таки оказание военной помощи нашими союзниками? Или вот эти внутренние разборки, которые, как мы видим, тоже существуют? Мне бы очень хотелось, чтобы Украина получила достаточно вооружения, чтобы разгромить Путина. И это было бы начало его конца, быстрого конца. Но позиция нынешней, позиции Соединенных Штатов, демократической администрации состоит в том, что это может вызвать опасный негативный процесс в России, процесс распада империи. А это, как следствие, неконтролируемое ядерное оружие, неконтролируемое вооружение, непредсказуемые действия разных ветвей власти, частей власти разных регионов, наиболее вероятный. Мир устроен стахастически, по законам вероятности, понимаете? Поэтому нужно говорить о вероятности тех или иных событий. Наиболее вероятна модель распада та, которая сработала в Советском Союзе, когда регионы начали заявлять о экономической независимости, о самостоятельности, намекать, а потом и заявлять о политической самостоятельности. И попытки сдержать этот процесс – это выступление спецназа в Вильнюсе, саперные лопатки в Тбилиси, какие-то эксцессы военные в Казахстане, в других частях, так сказать, Советского Союза. Ну вот распад будет происходить по той же схеме, понимаете, выживание, необходимость или желание регионов выживать будет заставлять их думать об экономической и политической самостоятельности. И неспособность Центра контролировать все сразу будет давать им шанс на вот эту самостоятельность. Ну то же самое при Горбачеве – попытки контролировать все и сразу. Там и Вильнюс, и Украину, и Тбилиси, и Казахстан. Понимаете, когда начинается процесс спонтанный в разных частях огромной империи, никаких Росгвардии, никаких армий не хватит для того, чтобы остановить этот процесс. То есть это наиболее вероятный сценарий. Хотя, так сказать, не исключенно сценарий, связанный с тем, о чем вы предполагаете. Внутренние разборки, внутренние процессы. Ну вот Советский Союз в конце концов развалился-то именно поэтому. Внутренний процесс привел к созданию ГКЧП, которая выступила против Горбачева. Вот, вроде бы за укрепление вот этой конструкции Советского Союза, но и она тут же рухнула, как всякий колос на глиняных ногах. Ну смотрите, круг замыкается. Вот если проанализировать последние события, значит, Еврокомиссия принимает решение о признании нелегитимным Путина, о чем они заявляют. Россия, значит, российское министерство иностранных дел грозит Америке понижение уровня дипломатических отношений, как будто там сейчас какой-то высокий градус. В случае конфискации активов, как вы знаете, эти российские активы замороженные будут, по всей видимости, переданы Украине. До недавнего времени состояние войны было таким, знаете, переходило в какую-то текущую ситуацию. Никто не понимал, каковы же критерии завершения войны. Вот сценарий, который вы очертили, процесс развала Советского Союза, он в некотором смысле не был завершен на самом деле. Что теперь? Исправят ли союзники эту историческую ошибку? Будет ли отчеловечена Россия? Будет ли это демократическая территория? И главное, что дальше? Освобождение политических узников, там, я не знаю, Грузия, освобождение Грузии, Молдовы от диктатуры, которую насаждает Россия. Вот есть понимание этих критериев? Вот мы будем понимать, что война закончилась, потому что граница 1991 года, ну, это такая себе финишная ленточка. Мало убедительно, в том смысле, что даже если мы дойдем до границ 1991 года, нет гарантии, что российские ракеты не будут продолжать падать нам на голову. Ситуация качественно меняется в связи с последними законами, в связи с началом. Мы надеемся на это, что это будет начало реальной помощи Украине. И меняется Путин, меняются его установки, меняется ситуация. И там же, кроме закона о финансовой помощи, принято несколько законов, которые меняют совершенно отношения Соединенных Штатов с Россией. Они имеют такой декларативный характер, вот скажем, закон «Мир через силы», это лозунг Рейгана в свое время. Но он меняет качественно отношения Соединенных Штатов к России, понимаете. И вот эта договоренность, которая существует, в результате которой Крым оказался оккупированным, и потом началась война, договоренности с демократической администрацией, они уже становятся незаконными, нелегитимными. Это, ну, некоторые новые состояния, некоторые новые ситуации. Вот, и если в результате выборов к власти придет республиканская администрация, все эти новые концепции начнут реализовываться. И это, ну, чрезвычайно опасно для власти чекистов в России. Это значит, что им потребуются некоторые иные способы выживания. Но вот продолжение этой политики агрессивных имперских войн, которые мобилизуют граждан России, которые сохраняют по существу власть чекистов, власть Путина, она больше не сможет. Эта политика проводится вот в том полном объеме, как это делалось сейчас, начиная с 2007 года, после Мюнхенской речи Путина, и 2008 года первая такая агрессивная война, ну, после Чеченской республики. Война, так сказать, вовне границ России. Вот. Так что ситуация меняется, меняется радикально, и я бы хотел, чтобы Украина оказалась на правильной стороне. Пока Украина в состоянии, так сказать, сомнений, что ли, выбора этой правильной стороны. Ну, хорошо. Нет, я вижу, что тут сомнений никаких нет. Как это? Наш союзник должен прийти, выиграть выборы, прийти к власти в Соединенных Штатах. А скажите, правильно ли я вас понимаю, то есть единственным критерием завершения российско-украинской войны будет устранение самого Путина от власти? Да, конечно. Это самое правильное, самое верное, самое надежное окончание вот этого противостояния, которое продолжалось десятилетиями, на котором, так сказать, сходили вот эти имперские дрожжи в России. И противостояние экономическое, политическое, противостояние по, значит, нефти и газу, по вот этим, так сказать, каналам – это решение проблемы. Нам бы хотелось, конечно, чтобы это произошло быстрее, но очень может быть, что быстрого решения не будет. Вот, но направление меняется, направление к этому решению, так сказать, появляется, появляется в связи вот с этими последними законами, билями, вот, и это новое качество, в котором новое состояние мира, в котором Путину просто нет места. Да, но, понимаете, ведь Путин держит в заложниках всех своих сограждан и говорит, что нет места России, он ведь им манипулирует, да, вот, как жонглер в цирке этими, жонглирует, значит, этими фактами, на самом, и говорит, что если нет, не будет места России, то зачем нам такой мир? Понимают ли, на самом деле, вот, опять же, возвращаясь к людям из его окружения, что он тянет, затягивает эту веревку на шее каждого из них? Вот, есть ли вот это понимание, когда мы говорим о сценарии ГКЧП, а мы понимаем, что сейчас российская оппозиция, я уж не знаю, критике подвергается ее оба крыла, там тоже нет единства в оппозиционных движениях. И последний фильм Певчих тоже много надел шума, я не знаю, вы его посмотрели или нет, но, тем не менее, непонятно, вот, когда мы говорим о критериях, критерий будущего России тоже непонятен. У нас тут, значит, один наш историк шутит, говорит, сейчас очень популярный один короткий анекдот, который звучит так, будущее России. Вот это критерий, сценарий развития будущей России, потому что, ну, понятно, что мы не обнесем рвом, значит, эту территорию и не запустим туда крокодилов, значит, что-то там должно произойти. Вы полагаете, что региональная элита должна восстать, а если этого не случится? Опять, Юля, много вопросов сразу, в одной корзинке. Давайте упорядочим. Да, давайте упорядочим. Первое. Певчих. Никакого отношения к российской оппозиции эта ученица Дугина с бэкграундом из КГБ ФСБ не имеет. Это продолжение кремлевской кампании Кремля о том, что после Советского Союза к власти пришли воры, убийцы, пьяницы, и только появление Путина, чекистов, как-то остановило этот процесс. Это очень провокационная, совершенно не оппозиционная оппозиция. То, что касается будущего России, ну, я об этом говорю, ну, лет уже, там, с 95-го года мы с Валерией Ильиничной. Россия, безусловно, будет распадаться. Процесс дезинтеграции Советского Союза, вот этой страшной Советской коммунистической империи, не завершился. Попытка восстановить Советский Союз, националистическую империю, началась в 95-м году, то есть, сколько, 30 лет назад. Понимаете? И попытка, безусловно, неудачная, потому что это же не только опасная структура, опасная для всего остального мира. Она еще имманентна, так сказать, сама в себе, не выживает. Она неэффективна, она не жизнеспособна. Понимаете? Вот, образов сейчас родилось очень много, но все называют это гниющим трупом, то, что происходит, так сказать, с Россией. Она, безусловно, должна распасться и распадется, распадется на многие разные государства, точно так же, как это произошло с Советским Союзом. Опасность, которую нельзя не признать, состоит в том, что в 91-м году распад Советского Союза происходил в условиях сильных центров власти. Украина – Кравчук, Россия – Ельцин, Шушкевич – Беларусь, Назарбаев – Казахстан и деспотия Центральной Азии. Ну, тоже, в общем, относительно стабильные режимы. А теперь 90 регионов, каждый из которых будет тянуть свою сторону. Ну, и там есть, скажем, Северный Кавказ, там несколько кандидатов на создание маленькой локальной империи. Понимаете? От Кадырова там, ну, там их несколько кандидатов. Вот то же самое с национальными образованиями, то же самое с регионами, которые возглавляются преданными Путину, его там бывшими охранниками, которые, безусловно, будут пытаться подчинить себе соседние регионы. И это будут признаки, так сказать, гражданской войны, гражданского противостояния и попытки воссоздания или сохранения, во всяком случае, на региональном уровне вот этих империй. По всей видимости, будут регионы, которые очень благоразумно попытаются вернуться в состояние демократического государства. Вот. Но это сложный переходной процесс, который займет, может быть, десятилетия. Ну, видите, вы, Валерия Ильинична, и обо всем этом предупреждали еще 20 лет назад, а воссы ныне там. Вот это просто отложенное. 30 лет. Это отложенное создание новой цивилизации нам предстоит еще увидеть. События будут развиваться. Вы понимаете, предположение о распаде Советского Союза впервые прозвучало, вот Владимир Буковский об этом говорил много, еще в 70-м году, то есть за 20 лет до реального распада. Вот. Но история развивается скачками, не быстро, спокойно. Главное, понимаете, как возникли основания, возникли уже давно для распада этой империи. Она уже не выживает. Она не выживает экономически, а после того, как Путин будет лишен в результате там разных процессов вот этого безумного дохода в 1 триллион долларов, значит, ну, это просто не выживает структура. Так, хорошо, значит, империя должна умереть. Константин Анатольевич, спасибо вам за возможность услышать вашу точку зрения. Я полагаю, на следующей неделе мы встретимся, потому что думаю, что события следующей недели нас будут очень сильно удивлять. Но, во всяком случае, у нас приятные ожидания. Мне кажется, это вот эта линия горизонта нашей победы уже как бы приближается. О чем мы с вами на следующей неделе поговорим. Спасибо вам и спасибо нашей зрительской аудитории. Тем не менее, Юля, ситуация продолжает оставаться очень опасной. Я, пользуясь случаем, призываю руководству Украины не рассчитывать на легкий путь. Значит, и поставки вооружения от Соединенных Штатов могут задерживаться или быть не в полном объеме. И поведение Путина непредсказываемо, возможно, очень опасные агрессивные действия. Вот, быть на чеку. Вот, повезут. Да, на союзника надейся, но сам не плашай. Спасибо и до скорой встречи. Спасибо. Спасибо.